Всем привет! Ну что, новый объект, новый рассказ. Постараюсь рассказать поподробнее о тех вещах, о которых, может быть, раньше не рассказывал. Может быть, постараюсь даже на каких-то заострить моментах внимания, на которые имеет смысл вам обращать самим внимание, чтобы не напортачить, если делаете, допустим, сами или, допустим, вы контролируете работу других людей. Итак, дом имеет 285 квадратных метров отопливой площади, плюс отдельно на участке еще будет баня. Ну, по-моему, на вскидку там тоже что-то в районе 60-70 квадратных метров. Отопление в доме будет газовое. Обещали магистральный газ подтянуть в следующем году. В этот год, ну, войдем, скорее всего, что закажем баллонный газ, котел переключим в режим на баллонном газе, а потом дальше уже обратно на магистральный. Итак, что хотелось бы рассказать. В этом доме дом будет у нас умный, то есть здесь нанята определенная организация, которая рассчитывает все и комплектует, и, соответственно, в последующем будут устанавливать. То есть я здесь не... То есть единственное, что, по-моему, они подцепятся к котлу, и дальше они там будут уже сами городить весь этот огород с умным домом. Соответственно, ну, понятное дело, водоснабжение, понятное дело, отопление, рекуператор, понятное дело, уже разведен. Я последний, да, то есть электрики, вентиляционщики, кондиционерщики, они все свои уже работы закончили. Так как я последний мотаю теплые полы, я эту инженерную коммуникацию заканчиваю последним. Что еще хотелось бы рассказать. Работа идет достаточно быстро, а причина-то простая. То есть на все есть проект, на любой чьих есть чертеж, со всеми размерами. Существует уже и дизайн-проект, существует, известно уже, и раскладка кафеля. И вот мы общаемся с заказчиком, и просто уточняющие вопросы. Нет, все жестко придерживайся ранее утвержденного плана. Ну, давайте я вам покажу, да, немножечко передислоцировались, ну, чтобы показать можно было. Ну, я буду вам показывать. Тут, ну, поверьте мне на слово, есть по электрике, по всем работам есть, существует проект. Но я буду вам рассказывать. Ну, теплые полы, теплые полы. Но я буду вам рассказывать то, что касательно меня. Значит, смотрите. Вот так вот видит дизайнер гостевой санузел. Мы к нему еще сходим, покажу. То есть, вот, есть визуализация такая некая. И дальше, вот про что я говорю, что насколько легко и быстро ты работаешь, когда у тебя даны все чертежи, все размеры, все отступы от стен, как должны быть расположены сантехнические приборы. Помимо всего прочего, известен даже кафель, какой будет, его толщина и тому подобное. И мне достаточно легко работать, когда у меня даны центра. Все элементарно. Вплоть до того, что даже указывается, если это встроенная часть, то это, то есть, мне написан бренд этого смесителя встраиваемой части, даже модель его. То есть, даже если что-то здесь не предусмотрели, мне и не показали, то есть, я зашел в интернет и посмотрел, и я вижу, что там и как. Но это будет следующий этап работ. Вот так вот будет выглядеть кухня и столовая. То есть, моя задача вывести в заданную точку водоснабжение для смесителя. Очевидно, там будут фильтра стоять для посудомоечной машины. И в последующем, но это уже когда будет построена стена, так как холодильник с ледоприготовлением, мне нужно будет подать сюда еще воду. Но это мы уже сделаем в стене. И опять, как я и говорил, да, почему все очень легко и когда четко придерживаемся этого плана. То есть, вот, пожалуйста, посмотрите. Вот она указана. Моя раковина. Не моя, заказчика раковина. Посудомоечная машина, холодильник. Все размеры даны. Легко и просто работается. Все разрезы со всех сторон. Это то, что касательно кухни. Идем дальше. Следующий санузел. Опять есть определенная визуализация. То есть, душевая кабина. Опять все безбарьерное. Место установки трапа. Вот здесь достаточно сложный элемент. Вот эта вот стена вся от пола до потолка. Это будет зеркало. И раковина с тумбочкой будет крепиться к зеркалу. Смеситель будет установлен на раковине. Ну, интересное решение. И, соответственно, биде, унитаз. Ну и опять же. Мне опять даны все размеры. Вот то, что я рассказывал. Вот это зеркало. И вот здесь мне надо четко... Вот тут вот косячить нельзя. Тут надо попасть четко. Тут уже потом не повиляешь. Потому что в зеркале будут, очевидно, высверливаться отверстия уже чисто под меня. Интересное решение. Насколько практично, я не знаю. Но думаю, что будет выглядеть симпатично. Это уже мастер-санузел. В мастере будет отдельно стоящая ванная. Отдельно стоящий смеситель. Инсталляция под биде и под унитаз. Единственное, что те люди, которые проводили коммуникации, первые инженерные, еще на моменте фундамента, поднятия дома стен, они перепутали, и унитаз будет стоять с этой стороны, а биде с этой стороны. Ну, вот это единственный нюанс, который не пляшет с чертежами. Опять же, подвесной шкафчик. На нем стоящие раковины, смесители, встраиваемые, и носики будут торчать из стены. Ну, и вот здесь вот, вот в этом месте, вот тут вот, вот здесь вот, душевая, тоже безбарьерная. Ну, там она в глубине. Сейчас я вам покажу. Ну, вот этот план. Наш вид сверху. Опять указаны все центра мне, куда, что выводить смеситель. Куда мне вывести канализацию. То есть, мне известно и какой смеситель, и какая ванна, ее габариты, модель. Все известно. Встраиваемые инсталляции для унитаза и биде. И вот он, наш душ. Да? Ну, и, соответственно, вот он, наша раковина. Опять же, все есть. Вплоть до раскладки кафеля. Ну, вот, кратенько о таких мелочах, ну, которые строить и жить помогают. Ну, конечно, это не мелочь. Безусловно, она очень помогает. Очень помогает. Но теперь, вот как я в порядке, вот как по порядку я рассказывал вам. Теперь пойдемте, я вам покажу, что на данный момент есть. Пойдемте. Ну, в общем, в той последовательности, которую я рассказывал, так и пойдем. Значит, гостевой санузел. Картинку, как это должно быть выглядеть, я вам показывал. Вывод под биде. То есть, холодная, горячая вода, канализация. Вывод под инсталляцию для унитаза и, соответственно, вода. Не смотрите на это закольцовано, просто система стоит под давлением. Так как мы ходим в зиму, никакой воды в системе нет, все стоит под воздухом. По-моему, водоснабжение стоит уже больше месяца под давлением. Ну и вентиляция, канализация, которая, так как здесь это будет все равно зашиваться, она уйдет у нас на крышу и будем вентилировать канализационную линию. Здесь у нас, как вы помните, была раковина. Опять же, канализация. А почему три трубы, а не две трубы? Холодная, горячая, а это что? А это у нас циркуляционная линия горячего водоснабжения. Дабы мы, подойдя к раковине, открыли кран и горячая вода была у нас практически мгновенно. Здесь в последующем, я уже показывал вам, такое У-образное подключение. То есть, здесь горячая вода будет непосредственно в точке водоразбора закольцовываться и циркуляционная линия уйдет обратно в котельную. Пойдемте дальше. Кухня. Здесь будет глухая стена. Здесь будет буквой Г выстраивается мебель. Вот она наша точка. Холодное, горячее водоснабжение. Вывод канализации для раковины. Вывод канализации для последующей установки сифона стиральной машины. Ой, посудомоечной машины, которая будет стоять слева от этой раковины. Через какой-то промежуток мебели будет стоять холодильник с ледоподготовкой. И мы потом, я потом, будет приобретен фильтр, очевидно. Я подцеплюсь от этой линии холодного зажима, нефтя, 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 нефтя и приду к холодильнику. Пойдемте дальше. Здесь вот так вот стена, здесь вход. Это кухня, это зал, TV-зона. Следующий санузел. Безбарьерный душ. То есть, ну сейчас это просто отгорожено. Когда будут делаться полусухая стяжка, отгородили, потом поставим трап уже и подольемся. Я обычно предпочитаю такой способ. Сразу трап не ставлю, ибо ни стен, ничего нет. Вот когда построится каркас, тогда мы будем здесь и шаманить. Холодная, холодная, горячая вода. Забыл вам рассказать. Мы только что были в кухне. Диаметры. Диаметры. Для кухни желательно подводить 20 диаметр. Потому что там большое потребление воды. И плюс еще подключается посудомоечная машина. Поэтому на раковину кухни я всегда вывожу 20 диаметр. Это по металлопластику. Душевая система. Опять 20 диаметр. Я же вам рассказывал. Здесь будет встраиваемый душ. Душевая аллейка. На что хотелось бы обращать вам ваше внимание. Обратить. Если вы. У вас денег вернее. Вот так вот прямо. Как у дурака махорки. Я помню подключал систему. Самая дорогая система. Душевой была 15 тысяч евро. Там столько было всего. И шарко. И каскады. И душевая головка. 70 на 70. Встраиванная в потолок. Вот в этот момент. Когда вы что-то монтируете. Или делаете. Или кого-то просите что-то сделать. Если вот такие системы. То есть особенно если очень большие душевые головки. Там. Ну более 300 миллиметров. Да. Тогда. Уже подводим сюда. Не 20. А 25 диаметр. Есть. Вот это важный момент. Ну и опять же. Инсталляция унитаз. 16 диаметр. Инсталляция биде. 16 диаметр. Канализации все уже подведены. Есть. А вот тут. Вот помните я рассказал. Тут вот так вот будет зеркало. Вот она канализация уже подведена. И для раковины 16 диаметра достаточно. То есть увидим когда каркас. Увидим когда четкий ноль. Тогда будем все уже делать. Выводы делать. Потому что здесь ошибки нельзя сделать. Идемте дальше. Мастер санузел. Мастер санузел. Вы видите да. Здесь маркером по полу были даны. Но это специально делается. Чтобы. Знать как будут ставиться стены. Дабы. Особенно с теплыми полами. Ну не напортачить. Постараться максимально обойти. То есть там где будут какие-то производиться. Сверления в пол. Свести к минимуму. Чтобы потом не повредить трубку теплого пола. Итак. Вентиляция канализации. Через холодный чердак. И на крышу. Инсталляция унитаз. 16 диаметр водоснабжения для унитаза. Инсталляция биде. 16 диаметр холодное горячее для биде. Опять безбарьерный душ. Трап. Канализация подведена. Трубопроводы подведены. 20 диаметр. Отдельно стоящая ванная. Инсталляция уже смонтирована. Инсталляция уже смонтирована. Для отдельно стоящего смесителя. То есть в последующем, когда будет известен 0. Эта крышка срезается по уровню пола. И я через вот это отверстие получаю доступ для подключения отдельно стоящего смесителя. Канализация для отдельно стоящей ванной. Опять. Подвесная тумбочка. Настольные раковины. Смесители и стены. Пока выведена так. Дабы увидим. Опять повторюсь. Я предпочитаю. Тут ошибка нельзя. Потому что у нас есть раскладка кафеля. Ну хорошо. Хороший. Как правильно? Не кафельщик. А делочник. Они наверное называются. Конечно он может подыграть. Да. Но у вас тут есть там условно говоря 5-10 миллиметров. Влево, вправо, вверх, вниз. Да. То есть ошибка здесь исключена. Нужно если поэтому. Увидим 0. Тогда блин. Штрабанемся. И уже выведем так как полагается. Вот то, что касательно санузлов в этом доме. Ну раз находимся в этом санузле. Общую картину я вам обрисовал. Теперь о нюансах. Первый нюанс, который это. Ну я думаю, что имеет смысл взять на вооружение вам. То есть не мы, ну я лично, я не монтирую трапы сразу. Увижу 0. Потому что вы видели уже на моих видео, как это делается. То есть вся плоскость у нас здесь выведена. И мы потом просим, ну в данном случае где-то отсюда, будет свал в сторону трапа. Это дабы облегчить работу кафельщику. Да, чтобы ему потом не вышлифовывать, не выгрызать здесь этот самый. Подлить всегда можно. И это легче, чем что-то долбить. Это первый нюанс. То есть не надо так подлезать. Не надо сразу устанавливать. Есть риски, что можно ошибиться. Ну представьте себе, что стенку построят, а у вас трап окажется немножечко надо вот так на миллиметриков на 5 вот так вот повернуть. Ну согласитесь, а он у вас уже вмурован. Поэтому увидим стену 90 градусов и трап станет перпендикулярно стене. Что еще из каких нюансов? Ага. Вот здесь в данном случае канализация выведена следующим образом. Раструб у меня находится вровень с плитой. Я сейчас просто вставил, дабы еще один патрубок, дабы они здесь его не закрыли. Почему я это делаю? То есть, опять же, опять же, друзья, из практики. У меня был один раз такой случай. Ванная, у которой сифон такой, скажем так, был нестандартный. И пришлось выдалбливать, дабы немножечко заглубиться. И потом опять подыгрывать кафелем. Поэтому я предпочитаю оказаться пониже. Вот когда я увижу уже чистый ноль. Но в данном случае я знаю уже абсолютно точно, что тут будет. Сюрпризов тут не ожидается. И тогда я уже подрежу этот патрубок, чтобы он у меня был ровно. То есть, о чем говорит, почему я говорю, что нюансы, что оставляйте всегда себе какие-то пути для отступления или для какого-то маневра. Вот про это идет речь. Вот именно про это идет. Это, кстати, касается инсталляции для биде и инсталляции для унитаза. У меня патрубки все здесь. То есть, знаете как, бывает в жизни, что что-то пытаются скорректировать. И вам надо влево-вправо чуть-чуть подвигаться. Что такое подвигаться влево-вправо с канализацией? Это появляются какие-то отводы. И дабы, а вы уже стоите вровень с полом, а может быть и выше пола. И у вас маневра уже никакого нет. А так в полу, ну что делать? Ну, отбили эту стяжечку и сманеврировали. У вас остается возможность поманеврировать. Значит, какой еще нюанс? Когда монтируется водоснабжение, монтируется канализация, вы должны заранее все вывести точно и четко в заданные места. Все, что мешает монтажу теплых полов, должно быть убрано и исключено. То есть, я сразу же, ну чтобы время не тратить, просто заштрабливается, заводится водоснабжение уже в штрабе, и канализационная линия уже там. Да, а не так, как вы... Это, ну, 90%. Вывод канализации, торчат две трубы, сделана стяжка, потом начинаем долбить и пытаться спрятать, да. Потом нечаянно, ой, заломали трубу, началось, да. Поэтому лучше это сделать сразу, и легче монтируются теплые полы. То есть, все коммуникации должны быть убраны, чтобы никаких помех. Много очень, очень много. Видно, что начинают резать теплоизоляционный слой, в который укладываются трубопроводы теплых полов. Это категорически неверно, категорически. Я вам расскажу здесь, как здесь реализованы теплые полы. Это следующее. Пока мы про воду и про нюансы. Пойдемте дальше покажу. Опять следующий санузел. Все то же самое. При монтаже, я говорю еще раз, всегда оставляйте все пути для отступления. Ну, переиграют что-то. У вас остается всегда маневр. Если вы это замонолитили, вывели уже четко под ноль, все. Потом или долбление конкретное с матюками, и потом, а как мне это переделать? Поэтому я всегда предпочитаю, то есть, принцип простой. Задать себе вопрос. А что если? А что если переиграют? А что если стенку передвинут? А что если изменится что-то с трапом? А что если? А что если? И постоянно задавая себе, задавайтесь этот вопрос, и всегда, ага, а тут я вот так туда смогу сманеврировать, тут я смогу так. Вот поэтому, вот такие вот нюансы. Пойдемте дальше, еще покажу один нюансик. Пришли в котельную. Ну вы же, когда строите котельную, вы прекрасно же знаете, что будет у вас являться источником тепла. Основным, да? Ну что, тепловой насос, гранульная котельная, это какое-то твердотопливное котельное или газовый котел. В данном случае газовый котел. В данном случае на участке нету центральной канализации. Нету. То есть, будет своя канализация с бактериями, со всеми делами. Можно туда сливать конденсат от газового котла? Нет, нельзя. Центрального водоснабжения здесь тоже нету. Тут скважина. Значит, что будут? Фильтра, умягчители. Что там еще? Через марганец могут гонять. Фильтр сам себя прочищает. Куда сливает воду? В канализацию. Можно ее спускать бактериям? Нельзя. Значит, а вот тут, да господа, это сделали. Ну ладно, я это переделал. Но это опять же время требует. То есть, конденсат, и это, сливать в канализацию нельзя. Ну если она у вас только не центральная. То есть, это тогда отводим все в ливневую канализацию. Без проблем, туда это можно. Следующий нюанс касательно канализации. Здесь будет рекуператор. Вот тут я не знаю, что будет, какой, но на всякий случай канализационная линия. Такой нюанс. Сразу же предусмотреть канализацию. Вот то, что я говорил. Фильтра. Сами себя промывая, прочищают. Должна быть в этом районе канализация. В идеале вообще ее, конечно, может быть, заштробить. Но там тогда надо быть четко попадать. Да? Сложнее маневрировать. Касательно канализации. Ох, трапы, трапы, трапы. Сколько их переделано. И постоянно встречаешься с тем, что трапы монтируются неправильно. Вот эта вот кастрюля, она лежит в трапе. Ее обычно что делают? Поднимают и выкидывают. А она должна быть прикручена. Потому что, когда будет делаться полусухая стяжка, в данном случае у нас есть еще маневр поиграть вверх-вниз. Ну, придут ребята, они точно его отрегулируют уже. Вот стяжка докуда засыпается. И вот эта кастрюля, так называемая, остается открытой. Потом откручиваются три винта. Поднимается крышка. Берется ткань гидроизоляции. Не просто помазать жижи зеленой, синей, серой какой-то. А ткань. И она заезжает вот сюда. Заезжает вот сюда. И потом мы уже вставляем финишную часть. И уже кафель. Вот так это делается правильно. Следующий нюанс. Который вам настоятельно рекомендую, когда вы это начинаете делать. Это сплошь и рядом вывод водоснабжения. Здесь не смотрите на это. Это все временная схема. Чтобы у нас тут была вода штукатуром. Кто полы заливает и тому подобное. Значит, первое, всегда первое, это приходящая вода. Там не важно, городская или это скважина. Она становится первой. Следующий трубопровод. То, что нам не требует какой-то специальной очистки. В данном случае, полив гольф-площадки на улице. Ну и прочих кустиков с розочками и цветочков и другого канадского газона. Следующий. На фасадах всегда появляются какие-то вентиля. Зачем нам туда чистить воду? Значит, опять отдельно подведенная линия. То есть, то, что нам не надо чистить. Ну, так не требуется чистить. Так уж кардинально. И следующая вода. Это может оказаться куда-либо еще в какое-то здание отправляться вода. И то есть, после этого у нас здесь стоит фильтр грубой очистки. Раздали туда, куда нам не нужно. А вот дальше уже ставятся умягчители. В зависимости от качества воды. Там это может быть одна колонна, две, три. Бог знает. И только потом появляется трубопровод, который уходит в холодное водоснабжение на дом. Из практики. Ну, ладно, я сам знаю, когда тут размеры у меня так выставлены. Я знаю, как я это буду делать. Но если вы не особо не имеете опыта, сами делайте. То делайте следующим образом. Выдерживайте по центрам между каждым трубопроводом приблизительно 150-200 мм. И тогда никогда не возникнет никаких проблем это все дело подключить. И если надо, сманеврировать. И опять это слово. Всегда его задавайте себе. А если что? Что-то придумаем, еще что-то. Чтобы у вас оставались шаги, всегда пути для отступления. Вот таким вот образом. Вот такие вот нюансы. Ну, безусловно, желательно закладывать трубопроводы все в гильзах, чтобы они могли хоть немножко пошевелиться, если надо. Куда-то сманеврировать, да? Не надо это все заманаличивать. Если вам надо куда-то что-то отогнуть в последующем. Вот на это нужно обращать внимание. Ну, вот такие нюансы про водоснабжение. Вот я наговорил вам тут кучу всего. Ну, вам же, наверное, интересно. То есть, ничего не видно. Да? Ну, я поснимал это все на телефончик. Сейчас мы это дело тут смонтируем вам и покажем. То есть, вам же интересно, что под ногами, что в стены. В данном случае вы опять видите холодное водоснабжение на дом, холодное водоснабжение на следующее строение, циркуляционная линия с дома, циркуляционная линия в строение, подача горячего водоснабжения на дом, подача горячего водоснабжения в строение. Здесь в данном случае, в этом месте была подключена, произведена теплотрасса, подключена и в полу, разведена и выведена сюда в стенку. Дальше водоснабжение, все, опустилось вниз и вышло за стенку. И в то помещение мы сейчас пойдем, и я вам начну рассказывать, как тут все это реализовывалось. Вот за этой стенкой у нас находится котельная. Вот здесь вот, где-то вот здесь. Вот здесь заштроблены эти трубы водоснабжения горячего и вот здесь у нас стояло холодное водоснабжение. Эти трубопроводы вышли вот сюда, повернулись вот так, то есть вот так. Сразу же, чтобы пока не забыл, чтобы не запутаться. На это здание, основные магистрали, все 25 диаметра по металлопластику. Они вышли сюда и пошли вот так через коридорчик, а вот здесь, это то, что я вам не показывал, здесь в планах тоже есть санузел. То есть вы наигрались в гольф на своей площадке перед домом там или с детьми там набегались, с собачками, с котиками, зашли в грязных сапогах, куда вы пойдете в свой красивый дом? Нет. Подходим к биде, суем в ногу сунета, в биде эту ногу грязную сапогом помыли. Руки помыли, вторую ногу помыли, сходили в туалет, бросили шматье свое, помыли с душа и пошли чистенькими нарядными в дом. Значит, ну это и отступление. Магистраль выходит вот таким вот образом, вот таким образом выходит, 25 диаметр. У нас кухня здесь, санузел дальше, санузел один в ту сторону и в то помещение. Здесь расходятся 25 диаметром. Вот они выходят, наше холодное водоснабжение, полив и горячее водоснабжение. Раздается вот направо, 25 диаметр. Выходим. Ну вот это биде, который ноги моет, принимает душ. Выходим в коридор и пошли направо. Идем направо. И вот он наш поворачивается. И вот он наш санузел. Вот вывод на душевую. Вывод на раковину. Вывод на биде и унитаз. И пошли в мастер-санузел. Четвертая труба, ребята, это полив на фасад выведено. Вот эти трубопроводы идут. Вот он направо ушел, этот полив. Вот эти трубопроводы идут. На унитаз, на биде, на душ. Вдоль стеночки, вдоль стеночки. Вот эта инсталляция. Смонтировано все. И на финиш подходим. Одна раковина, вторая раковина. Ну и вот то, что вы это видели прежде. И вот интересный момент. Вот видите, в данном случае горячее водоснабжение закольцовывается в полу. Вот она пошла горячая, закольцовывается и уходит циркуляционная линия назад в котельную. А теперь идем налево. Вот опять же, 25-й диаметр. Циркуляционная линия 16-го диаметра. Вот она же, раздача на кухню, 20-й диаметр. Заворачиваем за угол. Отвод на биде. Вот здесь я перешел на 20-й диаметр. И уже у меня стройники стоят 20-16. Вот тут 20-16 троихсный. И тут 20-16. И дальше я уже отвод на унитаз, на инсталляцию. И уже 16-м диаметром я пошел к раковине. И вот тут 16-й диаметр поднимается. Горячее водоснабжение. И вот здесь это будет стоять вот этот вот У-образное подключение. Ну и холодная водичка рядышком. Вот таким вот образом была осуществлена разводка холодного горячего водоснабжения. Ну и циркуляционная линия. Ну и вы видели там на видео, да, я не показал вам это. На два фасада здания выведены еще поливы. Он здесь уже заштукатурен в котельной. На один фасад выведен полив. Ну чтобы можно было там подключить шланг какой-то. И на другой конец здания уведен. На полив я подвожу 20-м диаметром. То есть развожусь сначала 25-м, а потом уже 20-м, перехожу на 20-м и уже до конца иду 20-м диаметром. Понятное дело, что после того, как это все было осуществлено, все было поставлено под давление, все стоит под давлением. То есть мы спим спокойно, что у нас там все хорошо. После этого все было засыпано термовайтом. Но это будет следующий разговор. Я сейчас буду вам рассказывать уже о отоплении, как это реализовывалось. Значит, отопление. И опять начинаем с котельной. Котел будет газовый. Опять начнем с нюансов. Значит, первое. Вам нужно понимать и знать желательно заранее. Какой будет котел, какие его габариты, сколько будет насосных групп, какие насосные группы, какие диаметры, куда отопление даем. Ну вот в данном случае есть на участке отдельно стоящее здание. То есть там типа гостевого дома плюс баня. Теплотрасса проведена уже, подключена, выведена. Видите, я иногда беру себе, взялся за моду, аж прямо расчертиваюсь, чтобы, блин, ну все четко попадало. Поэтому я знаю, какой у меня будет котел газовый. Я знаю, какое у меня будет оборудование. Я сразу же заштробил, чтобы ничего не мешалось. Это опять же один из нюансов. Вы знаете, я тут столкнулся с такими вещами. Да, у этих людей обычно все просто. Выкидываем пучок труб, да, вот тут вот где-нибудь. Там потом разберемся. И ну вот потом вот начинаются вот эти вот паутины, перепрыгивания и ломание головы. Как это разрулить все, да? Когда можно, если ты заранее подумаешь, все запрятать в стенке, чтобы тебе ничего не мешало. Вывести в заданные точки на соответствующее расстояние между трубопроводами. Подающий обратный, подающий обратный. Здесь будет еще. Значит, это у нас уходит на гостевой дом с баней. Это у нас отопление. Первый дом, опять же, 285 квадратов. Везде только теплые полы. Значит, это два шкафа. В каждом шкафу по коллектору. Каждый коллектор по 14 контуров. 32 диаметр металлопластик. На один 14-контурный коллектор. Второй приведем, когда уже сделаем полы. Мы просто приведем от этого шкафа. Я предпочитаю, если есть возможность, тащить трубопроводы по потолку. То есть, если что, форс-мажор какой-то, что, согласитесь, скрыть всегда легче. Регипсовый какой-то потолок или дорогущий паркет на полу плюс стяжка и тому подобное. Поэтому я, ну, по возможности и водоснабжение в том числе. Но в данном случае здесь нет такой возможности у меня. Поэтому водоснабжение, все пошло по полу. Значит, все заранее выводим. Котел. Когда повесим котел, поведу дымоход. Вот здесь есть канал один, в который я зайду со своим дымоходом. И реализую подключение его. Пойдемте дальше. Рассказ. Ну, вы видите, что на фоне вы попадает теплые полы. Значит, опять ситуация такая, что 285 квадратов в котельной. В котельной мне некуда поставить этот шкаф. Да и нецелесообразно это. Напрашивался шкаф теплых полов один. Здесь и второй рядышком. Я уже многократно вам говорил, что в идеале шкафы теплых полов ставить так, чтобы они были равноудалены до дальних точек здания. дабы у нас не вырастали количество контуров, да, чтобы мы могли обеспечить тот шаг, ту длину контура, не вылезать за границы. Поэтому хозяин сказал, нет, эту стену не отдам, ту стену не отдам. Ну, что делать? Что делать? Есть единственное место. Этот шкаф теплых полов отвечает за левую часть здания, за правую часть подойдем попозже. Заранее заштроблен, установлен шкаф, сразу же штроба и выведена, за этой стенкой находится котельная. Сразу же вы видели эти два трубопровода. Коллектор намотанный, поставлено под давление. Уже стоит больше, уже целый день стоит, с давлением все в порядке. Нюансы. Подведены сразу же кабель. Дальше я уже упомянул, упомянул в начале, что дом у нас будет умный и всю коммутацию и настройку будут осуществлять специально обученные люди, которые занимаются построением умных домов. То есть это не моя печаль. Я должен выдать сюда соответствующую температуру, а они уже там дальше пускай разбираются сами. Понятное дело, комната термоза и тому подобное. Нюансы, про которые мне всю дорогу, я уже устал, ребята. Я даже показывал же вам. Все говорят, вот здесь вот будет перетоп. Вот здесь вот будет перетоп. Я вас уверяю, я же показывал. И вам надо перестроить немножечко вот здесь свое мышление. Значит, энергоресурсы у нас дорогие. Да и есть по всем правилам. Что у нас в жилых помещениях температура пола? Какая должна быть? Не более 25 градусов. То есть мы ногами ощущать тепло не должны. И здесь вы этого ощущать не будете. Не будете. То есть температура будет, никакого перетопа здесь не будет. Ко всему прочему. Еще раз заглянем в шкафу. Давайте предположим. Я просто вам расскажу, что тут будет в дальнейшем в жизни. Будут стоять актуаторы, стоять комнаты и термостаты. Достигла помещение температура. Закрылось 4 контура. Достигла температура пола. Закрылось еще 4 контура. Достигла в следующем помещении. Закрылось. Закрылось. Из этого всего, ну дай бог, если будет работать, процентов 10-20. Ну и что эти 10-20% трубок здесь за перетоп мы смогут устроить? Да никогда в жизни. Поверьте мне на слово. И вот опять же тоже про нюансы. При выборе места для шкафа теплых полов 14 контуров. 28 труб. Как выйти в 900 миллиметров даже с шагом через 50 миллиметров? Никак. Вот и приходится просверливать гильзы и проталкивать трубопроводы. Поэтому, почему я и говорю, что старайтесь всегда найти шкафу теплых полов. Такое место, чтобы вы вот этот весь пучок труб смогли грамотно вырулить. Вышли в итоге. Значит, магистралями здесь коридор. Даже если предположить, что будет перетоп, это второстепенные помещения. Здесь человек не находится продолжительное время. В лучшем случае он будет бежать из спальни, когда жена позвала его кушать вкусные котлеты. Пробежался и все, ничего забыл. Или наоборот, убегать пьяный, что ты гулял целую неделю, жена со сковородой бежит за тобой. Поэтому магистралями я выхожу в коридор и накрываю. И тем самым обогреваю, если в этом необходимость. И ухожу уже в заданные точки. Как-то в санузел, в прихожую, в гараж, в котельную. Надо ли мотать в котельную? Конечно, надо. Потому что здесь в котельной будет, уставится шкаф, стиральная, сушильная машина, гладильная доска, техническая раковина. Потому что где тепло взять для этого помещения? Вы скажете, не ставьте изоляцию, будет греть. Ну, послушайте. Вы можете поступать так, но вы сами видите на моих видео, что все теплоизолируется под самое не могу. Исключительно, свести к минимуму постараюсь, стараюсь сюда любые теплопотери. Поэтому теплые полы, теплые полы, теплые полы, теплые полы. Здесь нюанс. Кухня Г-образная. Часть стены внутренняя. Мебля. Смысла мотать никакого. Поэтому здесь ничего не намотано. Наружная стена. И как видите, вот сюда заходит. Здесь намотано. С небольшим шагом намотки. Ну, я вам покажу просто вот. Ну, чтобы вы видели. Вот тут есть намотка. Потому что тут еще есть мебля. Есть. Почему? Никто же не приезжает к своим заказчикам, там не выслушивает все их там стенания. Знакомы варианты, когда здесь, если нету ничего отопления под мебелью и наружная стена, бывали варианты, когда начинала появляться плесень и всякая гадость. Поэтому, надо ли мотать под мебелью там, где наружная стена, я всегда мотаю, всегда мотаю. Шаг сделаю побольше, но хоть что-то там, ну, чтобы там было сухо и комфортно. Ну и дальше мы наматываемся по всем помещениям. Что это такое, спросите? Здесь будет стоять плита. А как нам неприятно, потому что здесь студия, а как нам убирать неприятные запахи приготовки? То есть, здесь, ну, есть разные варианты, есть, где нажимаешь, она сама выезжает из столестницы. Господи, как эти называются? Вытяжка. Правильно, вытяжка. Я видел варианты, первый поджиг плиты, включение плиты, она сама уже автоматом выезжает. Тут главное, не забывать прикрывать кастрюли и сковороды, чтобы котлетосы не улетели, блин, в вентиляцию. Очень эффективно работает, не так, как сверху, да, а здесь вот так вот она, ну, я не знаю тут, как она будет, но где-то в районе плиты она будет выезжать, так выезжает и начинает вытягивать все неприятные запахи, и все в вентиляцию улетает. Повторюсь, главное, не баловаться со скоростью вытяжки, чтобы котлетосы не улетели. Опять дальше, ТВ-зона, внутренняя стена, мебель, как видите, ничего нету, ничего нету. Ну, вот так вот, вот этот шкаф накрывает вот эту вот всю, вот эту часть, вот эту часть. Пойдемте к следующему шкафу теплых полов. Появился маленький нюанс, в проекте заложена стена, по-моему, 150 миллиметров, в итоге придется делать 200, потому что нужно спрятать и шкаф в стене, и трубопровод санузла, и так дальше, все эти подключения сушить. Здесь в последующем будет стоять шкаф, и он будет в шкафу находиться. Вы скажете, контура куда уходит, в землю у тебя, а вот здесь это тот нюанс, о котором я хотел бы вам рассказать. Если жилая зона, и вот такие фокусы, как мы были около первого, того предыдущего коллектора, вот такие фокусы с выпуском в жилой зоне, вы у меня нигде на видео не найдете. Если я со шкафом появляюсь где-то в каком-то, в жилом помещении, там где человек находится продолжительное время, я никогда себе не позволю вот такую вещь сделать. Поэтому, как это было реализовано все? Перед намоткой, здесь, я же не рассказал, после того, как уложились коммуникации водопровода, канализации и тому подобное, здесь был насыпан 110 миллиметров термовайт, сверху легли наши напоровские маты для укладки теплых полов, и еще 38 миллиметров. Теплоизоляции того, 148 миллиметров. Многие говорят, да, 50 достаточно, ну, давайте так на минуточку, считается оптимальным, ну, таким минимумом, это 80 миллиметров теплоизоляции. А в идеале, у меня есть случай, люди даже и 200 шпарили теплоизоляции. То есть, 140-150 миллиметров, это идеально, идеально. Так вот, перед укладками матами, вот именно в этом помещении, здесь было в термолайте выбрано 30 миллиметров. Пленка, сетка 10 на 10 ячейка зафиксирована, и к ней стяжечками все контура прошли. Давайте я вам покажу, как это было реализовано. Значит, вот, вы видите, было выбрано пленка, сетка, и все трубопроводы были уложены и закреплены к сетке. И дальше, в последующем, вот тут, вот в этом месте, вот в этом месте они вынырнули наверх. Вот так это было реализовано. И после этого это было все засыпано термолайтом обратно, и уложены сверху маты. И после этого, в этом помещении, были намотаны контура теплых полов. Многие говорят, что... Ах, что там было-то? Вы как мастер кончились для меня, да? Ну, хорошо. Друзья мои, типа, мне утверждают, что надо одевать сюда, на них теплоизоляцию, и все проблемы решаются. И дальше, помните, вы мне говорили... А, кстати, я же... И там человек мне писал в комментариях, что я как мастер для него, как потерян, так как я ставлю обратный снизу. Ну, вы видели тот? Тот. Отмотайте назад. У меня там обратка сверху стоит. Друзья мои, никакой разницы нет. Но речь не об этом. И мне там, типа, если утечка, короткое тут замыкание, ну, наговорил такого, что, моя дорогая, что... Так вот, если вы оденете сюда изоляцию, если у вас здесь будет утечка, вы видели вообще утечку в шкафах теплых полов? Я видел. Это примерно, знаете, как? Это так. Кап-кап и по трубе. Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик по трубе. Здесь будет все замонолично и загидрозолировано. А у вас одета изоляция или еще одевают эти гофрированные трубки. Куда вода пойдет? Вода по трубке пойдет туда, где кончилась ваша гофра или ваша теплоизоляция. И у вас там будет маленький боссейн и тому подобное. Насколько я знаю, пару известных очень блогеров уже вляпались в эту ситуацию. Я не знаю, как они разруливали эту тему. Но они, я что-то заметил, что в последнее время больше не одевают теплоизоляцию на трубопроводы. Ну да, Винадим, думаю, что дорого обошлось. Поэтому, если делать, то делать вот так. Есть у фирмы Вега, немецкая фирма, они одни из основоположников теплых полов, очень продвинутая фирма немецкая. У них есть специальные решения уже готовые. Там типа такого поролона, ты так просто полоску выбираешь и трубопровод туда, и трубопровод туда, и потом сверху маты. Бабац! И мотаешь опять теплые полы. Но там цены такие, что, знаете что, там глаза просто кровоточат, когда ты смотришь на эти цены. Вот такой нюанс. Ну и что, собственно говоря? Опять же, намотали, все под давление, схемочка, сколько длина контуров, как намотана. Но я это все здесь только указанный, как длинный контуров. Сама схема лежит в том шкафу, по всему дому. Вот так это все реализовывается. Опять, вы же видите, шаг 100 миллиметров. Я повторяюсь многократно. Мы отапливаемся очень низкими температурами, даже в минус 20. В минус 20 максимум, что сюда придет, 36, ну 38 градусов. Нагрели помещение до заданных 22-24. Закрылся. Энергоресурсы у нас, конечно, стоят просто сумасшедших денег. Какие еще хотелось бы рассказать нюансы? А! Вы спросите? Пойдемте, покажу. А что это за поросячьи хвостики? А это будут датчик пола. То есть здесь по задумкам. Я уже не знаю, как они там реализовывать это будут. Ну, понятное дело, что датчик будет установлен перед заливкой по сухостяшке. То есть будут установлены комнатные термостаты. И они будут... Пойдемте, я еще где-то покажу. И это везде так. Вот уже заложены перспективы. То есть температура будет анализироваться не только по помещению, температуру воздуха, но и по температуре пола. Ну, такое приняли решение. Я, скажем так, немножко удивлен был. Я бы согласился, если бы у нас были к помещению какие-то супер особые требования, супер какое-то интересное покрытие, тогда да. Я бы, наверное, заложил бы датчик теплого пола. Но принято решение. Надо реализовывать. Это будут реализовывать они, не я. То есть электрик вот тут приедет. Сейчас уже известна намотка. То есть он уже в заданные места заложит датчики и зафиксирует их на полу. То есть температуру в помещениях будем снимать, регулировать, контролировать по двум параметрам. Температура в помещениях, температура пола. Ну да, может быть, это будет более, скажем так, точная регулировка и настройка и поддержание комфортной температуры в помещении. Вот, допустим, вот здесь, да? Вон он этот поросячий хвостик. Вот тут я бы, наверное, даже согласился. Вот он. И вот он сюда будет выводиться. Допустим, хозяйка здесь топчется, что-то ей хочется большего комфорта и чего-то особенного в отличие от всей этой зоны. Тогда мы говорим, ну-ка давайте-ка мы вот в эту зону дадим повыше температуру. да? И мы это обеспечим. Или вот здесь, по-моему, по плану где-то здесь это типа остров и так стол будет стоять, стулья. Хотите? Пожалуйста, можно это задать. Я, в принципе, ничего против не имею этого, да? Вот такие нюансы. Надо ли... Ха! Еще! Все настаивают, ну хорошо, ну пожалуйста, да? Надо ли заходить сюда, к этим окнам? Можно ли обойтись, вот если бы я по прямой вот так трубу проложил? Можно! Друзья мои, я вас уверяю, вы думаете, что запотевание окон это причина отсутствия здесь турбопровода или где-то далеко он. Даже если он будет от окна где-то в 300 миллиметрах, у вас все будет хорошо. Проблема всегда вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Если вы неправильно смонтировали, есть риски, что... И вы тут можете хоть вот тут намотать. Один черт, оно будет потеть. Нет вентиляции. Отсутствие вентиляции и хреновый монтаж. Вот что такое плачущие окна. Поэтому это не особо обязательное условие. Подходить вот так вот, вот так вот к окнам. На сим, я думаю, пора заканчивать. И так наговорил тут почти на час. Если у кого-то, опять же, какие-то возникли вопросы, задавайте их в комментариях, я постараюсь. Но сейчас, ну, очень тяжело со временем. Ну, очень тяжело со временем. Ну, по мере возможности буду стараться отвечать на вопросы. Что мне еще нравится? Мне нравится, что ребята в комментариях, что вот нету никакого срача, а тот, кто в теме, кто-то задал вопрос, ему там отвечают, там открывается целая ветка дискуссий, и человек, задавший вопрос, не успел, не дождавшись ответа от меня, нашел ответы от других пользователей. Спасибо вам, ребята, что вы поддерживаете, так скажем, какие-то видео, да, и то есть вы помогаете своими знаниями поделиться с людьми, которые задают определенные вопросы. Спасибо, друзья, всем за внимание. Не забываем ставить лайки, не забываем подписываться на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok